Я очень рад новой встрече с вами и благодарю вас за вашу верность. Сегодняшняя тема называется «Когда утешение не приходит». Я сталкивался со многими людьми, которые пережили травмирующие их события. Они в связи с этим нуждаются в восстановлении и исцелении. Возможно, они пережили вопиющую несправедливость, насилие или серьезную потерю. Хочется за всех этих людей помолиться, чтобы в их жизни пришли исцеление и восстановление. Но сегодня мне бы хотелось сконцентрироваться над одним элементом, а именно над утешением. Иногда кажется, что утешение не приходит. Однако я хочу вас ободрить. Мы имеем Слово Божие, которое всегда вдохновляет нас смотреть на Господа. Он как раз дает нам отчетливое и сильное слово касательно тех ситуаций, которые я перечислил. В Евангелии от Иоанна 14 главе Иисус говорит «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки». Во-первых, я хочу вам сказать, что когда вы переживаете несправедливость, когда ваше страдание не услышано и не замечено, когда никто не принимает во внимание то, что вы проходите, Божий утешитель, Дух Святой, Он приходит. Он может делать то, что человек не может. Он может действовать, Он может коснуться вас, Он может встретить вас там, где человек не способен. Иногда невозможно понять степень одиночества и страдания другого человека, но Дух Святой будет вечно с вами. Иисус сказал «Мир не может его принять, потому что не видит его и не знает его». А вы знаете его? Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы Божественного утешителя? Вкусили ли вы его утешение? «Совершил ли он свою могущественную работу в вас?» Иисус способен утешить нас совершенным образом, отправляя нам Духа Святого. Прежде чем что-либо предпринять, примите сегодня утешителя. Он всегда на высоте, и он силен разобраться с нашими нуждами, с тем, что травмировало нас, принесло нам вред и глубоко ранило нас. Некоторые люди не способны принять это Божественное утешение, поэтому усиленно молюсь за вас, чтобы Бог дал вам сверхъестественное и чудесное утешение. Из-за отсутствия утешения некоторые люди не могут вновь подняться. Они подобны сломанной пружине и больше не отскакивают. Они больше не могут радоваться, не испытывают счастья, не находят смысл в жизни из-за потери и травмы. Однако Бог желает, чтобы перевернулась страница с помощью Божественного утешителя, который был послан именно ради разрешения вашей ситуации. Итак, прежде всего, примите утешителя. Во-вторых, важно научиться отпускать. Это, без сомнения, самое сложное. Легко сказать, да тяжело сделать. В очередной раз нам нужна сверхъестественная помощь Духа Святого для того, чтобы нам действительно отпустить. Я часто проводил похоронные служения вместе с родственниками и друзьями умерших. Как важно принять участие в этой церемонии расставания. Увидеть, как гроб опускается в могилу, потому что в этот момент приходит чувство завершенности. Эта завершенность и это прощание необходимы для того, чтобы человек мог скорбеть, получить исцеление и восстановление. Нужно в какой-то момент отпустить. Когда человек держится за дорогого ему человека, он не может исцелиться, так как он живет в прошлом. Расскажу вам историю женщины, которая пережила трагедию. Ее сын погиб насильственной смертью. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Но, по мнению матери, был вынесен очень несправедливый и незавершенный приговор. Она не нашла утешения в человеческой справедливости. Она держалась за свою скорбь, писала об этом и хотела, чтобы весь мир видел, сколько она страдает. Она превратила эту скорбь в свою идентичность. Затем многие люди старались ободрять ее, проводить с ней время, но ничего не помогало. Никто не мог ее утешить, потому что она держалась за скорбь и за страдание. Это длилось несколько лет. В итоге она рухнула и осталась одна. Люди со временем отдалились от нее. Она была вынуждена принимать таблетки для того, чтобы пережить все это. Это продолжалось, пока не пришла однажды Божья благодать, и совершилось чудо. Она отпустила свою скорбь и в этот миг получила утешение. Она услышала Божий голос, который сказал, «Твое дитя в безопасности, я взял из-за него ответственность». Это слово принесло освобождение и сверхъестественное утешение помогло ей перевернуть страницу. Я хочу вам сказать, что вы тоже можете перевернуть свою страницу. Не оставайтесь без божественного утешения. Божественный утешитель был дан вам, чтобы вы могли найти умиротворение, облегчение и исцеление, чтобы Божий елей мог исцелить ваши раны. А завершаю я удивительным словом из 80-го псалма. «Услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя». Получите свободу сегодня, моя молитва, чтобы Господь вас находил, чтобы Божественный утешитель, Дух Святой, находил вас в вашей ситуации. С Его помощью вы сможете отпустить эту ситуацию, вновь подняться и войти в новый сезон. Пусть Бог благословит вас. Вот моя молитва о вас. Субтитры создавал DimaTorzok